Огненная стихия бушевала во вторник в квартире Светланы Чебеневой. Пожар начался на кухне, потом перекинулся к соседям-пенсионерам. Светлана вместе с мужем бросилась спасать свою свекровь и пожилых людей. Загорелась с этой стороны. Стали бабушку с дедушкой там вытаскивать. Вот, потом родителей вытащили. Пламя потушили пожарные. Семья Чебеневых, по сути, осталась на улице. Вещи, что успели спасти, перетащили в гараж, который теперь заменит погорельцам квартиру. Вон диван стоит. Сюда поставим, просто положим на пол и будем спать с мужем. Свой барак Светлана называет пороховой бочкой. Ветхий построен давно. Загореться может от любой искры. Дом действительно старый. Эта фотография сделана в 60-х годах прошлого века. Сейчас ситуация стала еще хуже, рассказывают жители. Деревянный барак на четыре квартиры разваливается прямо на глазах. Вот я делал. А было вообще. Вот так вот тронешь, прямо, ну, куски этого дерева, гнилья. Да. Сделали полы, у меня племяш провалился. Тем не менее, до аварийного дом не дотягивает, как сказали жителям в управдоме. Погорельцам же полагается временное жилье. Для этого их сгоревшую квартиру должны признать непригодной для проживания. Наши заволжской администрации знают о факте пожара вчерашнего. Если действительно там жилье для проживания как бы невозможно, они могут дать из фонда маневренного жилья комнаты или что там у них будет, то есть на момент их обращения. Правда, сами Чебеневы в администрацию пока не торопятся. Ждут экспертизы Госпошнадзора. Ее результаты станут известны через 10 дней. Александр Лисицын, Сергей Ватин. День в событиях.